Друзья, мы теоретически в волне, а практически не ставим. 19% надо кушать, чтобы резерв. Остался резерв небольшой. Прячем двигатель в фюзеляж. Как вы видите, вокруг полный кирдыкус, распиндыкус. Потому что многослойная облачность, снег валит. Вот мы уже попали. И можно сказать, что... Ой, действительно снег попали. Я думал, что я шучу. Ну вот так вот, все весело. Впереди есть некоторая зона позитива. Весь полет наш в основном полюбоваться видами окружающей природы. И посмотреть на камеру, как снимает наша камера новая. Звука на вариометре не будет, потому что отсоединился микрофончик. Ну вот, как бы развлекаемся. Сейчас впереди, по идее, находится атмосферная волна. Видно по вариометру, что нас периодически пытается поднимать. Но это очевидно, потому что ветер 41 км в час на этой высоте. Он у нас 85 градусов. Юго-восточный. Волну мы это определили по зоне в этой феновой волне. В волне, в щели. Вот, она красиво слева смотрится. Но 2000 метров я оставляю себе резерв. То есть могу еще немножко в сторону пик Дебюра прогуляться. Но недалеко. Это больше сейчас весь полет для такого исследовательских целей. Мне под юго-восток всегда очень интересно попытаться поймать волну. Видите, плюсик все-таки есть. Потому что эта волна крайне редкая, она бриллиантовая волна. И она почти неуловимая, потому что как только она начинается, сразу начинает идти дождь. То есть это все, как правило, на пределе. И вот в этом на пределе сейчас находимся мы. По срезу феновой, феновой щели должен быть подъем. Сейчас 0,4 метра. Но нам здесь только нужен подъем, сколько отсутствие большого спуска, что мы, собственно, сейчас и имеем. Ну и полет наш продлится недолго, потому что долго летать боюсь. Придет мощная зона осадков, причем совсем мощная. И мы рискуем просто приземлиться на соседний аэродром, а не на домашний. Что, в общем-то, нам не надо. Если я так не так, не обращай внимания. Это все хорошо. Для глубоко уважаемых зрителей же должен быть момент, там, типа, отважные пилоты, мужественно продирались сквозь, так сказать, тернии и звезды. Тернии там где-то есть тоже. Высота у нас 250, и я могу чуть-чуть позволить себе прогуляться к Пикдебюру. Прямо до него не пойду, потому что будет путь против ветра, не хочется. Но, например, на Пикдебюре, конечно, можно было бы сейчас найти зону подъема прекрасную и выбраться выше хребта. Но выше облаков я не хочу подниматься. Почему? Потому что мы перестанем видеть землю, а на земле могут прийти зоны осадков, которые мы не хотим проморгать. И, в общем-то, хотим приземлиться безопасно. Вот вам классический такой исследовательско-развлекательно-веселый полет, в котором, например, даже я не знаю, что делать пока. Потому что пока есть какие-то мысли. Мыслей, в принципе, не так много. Они же опять не такие умные, как хотелось бы. Но у меня есть план. Я пока ему следую. Ветер в правый борт. 40 км в час. 100 градусов теперь. То есть он стал более... Рваный. Южным. Более южным. Ну, скажем так, восток. Чуть компоненты небольшой. Мы попытаемся сейчас дойти до Пикдебюра. Влага осталось немного. 2000 метров у нас высота. Запас до аэродрома у нас всегда присутствует. То есть отсюда где-то с 1800 можно до аэродрома дойти. Но при более слабом ветре. Но нам могут помочь динамике. И в конце концов у нас есть 19% запаса. И в конце концов есть запасной аэродром, на который, если что, мы можем плюхнуться. Так. Вот сейчас момент истины. 1900 метров. Мне не хватает чуть-чуть высоты. Но я пожертвую 100 метрами резерва. И все-таки доберусь до склона с большой долей вероятности. Вероятность 90%. Этот склон сейчас работать не будет. Просто потому что, как вы видите, с правой стороны находятся патроги, которые создают на этом склоне затенение. Но 10% вероятности есть. И сейчас мы на высоте 1950 метров. 50 метров ниже того, что я оставлял. Планировал. Пришли. Оп. И смотрим. Ой, ёпт, какой провал, а? Вот это нас бросило вниз. Вот, друзья, для чего нужна скорость. У меня был запас по скорости. Бросок вниз был такой прям эгэ-гэ-гэ-гэ-гэй полный. Так, и восходящего потока нет. Лезть дальше вот туда, в эти дебри, не стоит. Мы разворачиваемся и валим отсюда. Тает запас по высоте. Нескодняк достаточно значительный. Впереди зона осадков. То есть всегда нужно иметь возможность повернуть глаза в сторону дома. И посмотрите, вообще, что мы имеем там. Мы имеем не так, чтобы все прям прекрасно. Видите, осадки, страшно. Вот какие-то злые ёлки. Так. Вот. А здесь какая-то зона подъема. Но я по характеру вот этого подъема вижу, что возможно здесь набрать высоту и выкрутить. Не скакнули. Поэтому мы просто эгэ-гэй к ним. И-ху! Должны быть какие-то веселые кадры. Эх. Проиграем. Так. И валим. И вот, друзья, вот сейчас вы наблюдаете массовую, трусливую и мудрую эвакуацию в сторону аэродрома. Потому что, как говорится, дурная голова покоя не дает. Ветер 105 градусов, 35. Мы придем на этот склон. Он нас придержит. Мы попробуем дойти до горы Апотор, которая является потенциальной для парения. Там, под некоторым углом, если ветер приходит, вот зона подъема быть. И вот перед этим страшным облаком, судя по всему, тоже есть зона подъема, которую мы цепляли на моторе. Видите, как долго мы шли сюда и как быстро мы валим назад. Какие рывки, плевки. Вот так меняется наше окружающее пространство. Безопасно ли вот сейчас, как сейчас? Ну, не очень. Почему не очень? Потому что, если мы залезем вот в такую облачность, при текущей температуре, около нулевой, вполне возможно схватить обледенение. И вот обледенение будет уже достаточно жестким, мрачным. Мы нацепляем на крылья льда, станем тяжелыми. Плюс у нас испортится аэродинамика. И вот тогда мы до аэродрома точно не берите. Вот я пугаю. Зрители, не тебя, не переживай. Это так. Я проверила. Ну, смотри, вот наш аэродром. Мы можем вот так бочком обойти. Так вот, но про обледенение нужно помнить. И штука коварная. Второй момент, что при обледенении, если мы выпустим двигатель, то винт обледенеет быстро и тоже. От этого может пойти жуткая совершенно вибрация неприемлемая, раз. Во-вторых, пропасть тяга. И поэтому, что мы выпустили мотор, что не выпустили один пёс. И заряд батарейки у нас 19%. То есть там даже и не хватит додолго вот этого вот, так сказать, двигателя. Вопрос предвижу. Можем ли мы зайти вот в Тугаку? Конечно. Вот тут я могу с полной уверенностью сказать, что мы одним глазком, конечно, посмотрим, что это за хрень. Я думаю, что это не само облако, а это ливневый снег, так называемый. И мы сейчас одним бочком совсем капельку туда... Конечно, думаю. Мы же контент-огонь снимаем. Выглядит оно стрёмно. Да, выглядит, конечно, стрёмно. Но Андрей нам не простит, скажет, что я буду выкладывать в ТикТок. Вот специально для Андрея кадр. Впереди какой-то ад. Лезть в ад или нет? Напишите комментарии, как бы вы сделали. Полезли бы или нет? Я бы, конечно, полез. Ну, собственно, я и полезу. Мы уже лезем. Да, а вот вы напишите, вы ли бы вы более благоразумны, чем глупый, так сказать, инструктор Волков. Ну, смотрите, я рассчитываю вообще около этого ада взять восходящий поток. Вот солнышко, посмотрите, как солнышко выглянуло. Э, красота какая. Сейчас мы чуть-чуть тут... Прыг! Есть, и такая штука есть, но где-то должно поднимать. О, вот он подъем, видишь? И мы сейчас буквально чуть-чуть носиком вот в это вот рядышком. Мы залетаем рядом с облаками. А это, можно сказать, почти облако, только это снег, который несется. О, смотри, видишь? Снежный ливень. Ух ты шью! Надо обязательно снять такое видео. Я снимаю. Обязано быть опубликовано. Оп. Ливневый снег, оно будет называться. Ты снимаешь? Да. Итак. Ливневый снег, друзья, посмотрите, в какую чуму мы попали. Заряд снежный, идет снег. Действительно, прям снег при снег. Надо отсюда водить, кстати, к нашему уже, к нашей горке. Этот снег налипает к нам на крыло. Ну, кстати, да, пора уже. О, он летит на нас со страшной силой. Низка днях мы здесь словили, 1500 метров. Но я-то, конечно, еще не летал ни разу в снег. У меня еще... Запасной аэродром Аспермонт. И туда мы, скорее всего, и пойдем. Потому что до аэродрома нашего базового мы уже, к сожалению, не долетаем. Единственный шанс прийти, выйти, выбраться в динамике. Ветер 27 км в час, возможно, это позволит. Как, коллега, вы себя чувствуете страшного? Немножко страшного. Да, ну и мне тоже. Друзья, 360 снимает, тоже будет видео в 360. Ну, красивый ливневый снег, согласитесь. Стало одним глазком на него посмотреть. Хотя, конечно, я вам так делать не рекомендую. Но мы же знатные шагуны. И-ху! Сейчас обзавидуется твой благоверный. Возьми ручку, пролети по прямой, а я сейчас опубликую. Видите, друзья, если есть хороший пилот, Капайло, то можно и публиковать в прямом эфире. Вот пишу сейчас. Ливневый. Снег. Оп! Чпунь. Чпунь. И все, видео ушло. Ушло, так сказать, в мир. Так, а мы занимаемся, моя ручка, более насущными проблемами. Теоретически мы на этом склоне можем найти восходящий поток. И, опять же, стрелочка вариометра показывает, что здесь есть подъем. 1400 метров. С этой высоты на чистом крыле нам высоты хватает дойти до аэродрома. В принципе. Но если мы сможем подобрать, то это будет лучше. Почему в принципе? Потому что видишь, там все-таки тоже ливневый снег присутствует. И нам придется через него уйти. Да тут вообще везде ливневый снег. И набрать хотя бы 100 метров там, где нету снега. То есть у нас 9% можем использовать. 10% все-таки я не хочу батарейку гробить. Поэтому мы, возможно, сейчас запустимся. Наберем 100 метров и дотянем до аэродрома. Вот такой примерно у меня план. И мы тем самым продемонстрируем миру преимущество электрического пипестреля. Потому что нет на планете планера лучше. Вот, друзья, 1380 метров. С 1300 я гарантированно захожу. Даже против ветра. Но я вижу... Но я пока рассчитываю на восходняк. И вижу, что мой расчет оказался пока... Ну, таким. Ну, не очень-то верным. Хотя вот вроде как пошло, 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 пошло. Ну, это вот не то. Не то, не то, что бы вы хотели. Так. Да, чуть-чуть там что-то. Пошло, пошло, пошло. Нет, смотри-ка, есть... Если правее по долине идти, есть просвет. Никакой необходимости в запуске мотора нет. Мы сейчас аккуратно, нежно уходим на наш аэродром. Да. Вот повезло нам с просветом, видишь? Да. И сейчас сливаться в ту сторону не имеет смысла. Потому что мы в этом случае увеличим дистанцию от дома. На 5 свет. И при наличии, да, бокового ветра, вот так вот, аккуратненько раз. И сейчас на скорости, по идее, мы должны идти на скорости максимального качества, казалось бы, да? На самом деле нет. Объясню почему. Наличие встречного ветра в 20 км в час, ну, не встречного, он, скажем так, боковой, но все равно он нас немножко сносит. Требует увеличения скорости километров на 10. Где-то к двое. Крыло у нас чистое, высохло, все хорошо. Вы думаете, если оно обледенело, оно не оттает, оттаяло, а водичка высохла. И сейчас медленно, уверенно, мы летим к аэродрому. Я даже могу доверить тебе такой процесс. Просто по прямой, да. А то скажут, что один волк летает, и ученикам ручку не дает. Да, так примерно. Ты же умеешь хорошо летать. Главное, преимущество большое девушек в том, что они управляют нежно. Вот Андрей, муж Оксаны, он управляет, он на плане, извиняюсь, насилует. Ты лети, куда я хочу. Вот, а в данном случае все, видите, она ручкой лишний раз не супрушит. Энергию экономит прекрасно. Ну и можешь, как я учил, руку спокойно положить на ведро, расслабиться. Он, в принципе, сам летит, чуть-чуть его направлять, и все. Впереди наш аэродром. Иногда по картинке кажется, что мы до него не долетим. Но на самом деле нет, мы до него долетим. Вот, и вот то, что покачивание идет некоторое, это как раз классическая ошибка новичков. То есть попытка, планирую, убрать крен, потом он залетает следующий, потом убрать следующий. Но это не является сейчас проблемой. Высоты у нас хватает. Мы можем, в крайнем случае, сесть с прямой. Посадка с прямой, самое главное, что не забыть шасси. То есть ты помнишь про шасси, и я помню. Раз мы вдвоем помним про шасси, то все прекрасно. У меня падает скорость, потому что я забрала нос. Нет, нет, нет. Ну, 120, спокойно, как я и хотел. Ну, если ты принес мне ручку, попробуй отпустить совсем. Мы покажем, что планеры сам летят. Видите, друзья, ну, чуть-чуть вот перетремировано на чуть большую скорость, но не страшно. Нет. Я могу триммер передвинуть. Оп, да. Чуть нож ниже сейчас. И если ручку держать нежно, то ты прям чувствуешь режим, на котором планер прекрасно летит. Мы еще и коробочку сделаем, сейчас мы готовим. Как вы видите, долина наша выглядит более мрачно, чем обычно. Семно, как-то страшно. Да, вот такие вот зимние полеты. Холодно ли сейчас в кабине? Ну, прохладно. Но так как все закрыто, если было бы солнышко, было бы даже жарко. Впереди работает вентиляция, но так, чтобы сильно дуло, не дует. Температура за бортом где-то 3 градуса. Ну, и в кабине у нас чуть теплее, потому что мы же еще дышим и излучаем, так сказать, тепло своими телами и сердцами. Поэтому мне вот, например, уютно и комфортно в этом зоне. Хорошо. А тем временем аэродром появился на ваших голубых экранах. И почти мы уже туда долетели. Так, телефон нам можно убрать. Ролик уже опубликовался. Видите, как мы блогерствуем. Чпок-чпок и контент огонь. Зачем это нужно? Ну, потому что можно, потому что весело. Куча народу не знает, как вообще происходят полеты. Что вообще можно летать, что можно летать далеко, красиво, весело. Что полет это не только там пилот в костюме, галстуки, в штанах и так далее. А можно шортов, кроксах и так далее. И так далее, и так далее. Почему нельзя? Можно. Кто запрещает? Ну, те, кто хочет, что повязаться, должно быть такое, что вот каждый пилот обязан. Я такое не люблю. Такой снег. Мы любим пошалить, да? Ты готова пошалить чуть-чуть? Друзья, мы пришли к аэродрому. Так как у нас запас по высоте позволяет шалость. Ну, видите, дождь пошел, опять снег. Мы хотим их побыстрее высоту бросить. Я на скорость выхожу 180 и делаю бабочку. Вот такой вот раз и проворот через нос. Главное, здесь, чтобы скорость была. Обожаю. Бабочку обожаешь. И ю-ху! Кажется, что у нас и высоты-то нет. Как мы зайдем на посадку? Ю-ху! Оп! Здесь надо чуть-чуть нос вниз. О-о-о! Скорость не продолбать. И теперь, в данный момент времени, выпускаем мы шасси. И заходим красиво на заход на посадку. Шасси выпущено. Трасси отключена. Бараны пасутся. Делаем правый разворот и будем делать афганский заход, потому что в дожде надо все быстро. Что такое афганский шум? Выпускаем полностью восхищенные тормоза. И видишь такого разворота, бодренького. Потому что хочу сэкономить время, не хочу мочих валер. Все-таки мы же ответственно подходим к чужой собственности. Бодренько. Видишь, я даже буду уходить на треск волосы. Мммм! Так садятся, если вдруг на самолете, например, отказал двигатель, ты можешь просто энергично, энергичным разворотом выйти. На ось, ну, надо уметь на ось полосы выходить точно, потому что новички обычно начинают вокруг этой оси скакать туда-сюда, туда-сюда, и одна беда. То есть так, друзья, не садитесь, потому что это точно расчет, видите, ни одного лишнего движения. Но если вы умеете, закрыл, поставлю на максимум. Если вы умеете, то никаких проблем. Берете и приземляетесь. Я сейчас пафосно на асфальт, хотя не надо на асфальт. Потому что на асфальте стирается колеса. Но я решил уже для такого жуткого ролика, с таким крутым заходом, вот. Ну, а ворота не открыты. Ну, Андрей, вот, как можно не открыть ворота к нашему поезду. Мы сейчас можем нос вангаркос. Смотри, сейчас, раз, вангаркос. Это надо уметь. Ну, да, засунули. Друзья, не делайте так, это на шутке. Это влетуность планера, проверка тормозов и так далее. То есть так можно делать, когда ты уже хорошо знаешь борт. И так делать не обязательно совершенно. Но весело. Да, мы же летаем для того, чтобы улыбаться. Не только потому, что каждый пилот обязан и должен там. А потому, что мы летаем. Нам так нравится. Спасибо. До новых встреч, глубоко... Понравилось тебе? Очень. Хочу еще. И еще продолжим. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. До новых встреч, глубоко уважаемые любители.